Главные герои в играх не всегда бывают безупречными добряками, но они уж точно и не настоящие негодяи в сапогах. К чему я клоню? Системы нравственности в играх предоставляют вам выбор, чтобы вы могли действовать немного более подло, хотя в большинстве случаев вы всё равно оказываетесь героем. Вы же всё равно пытаетесь спасти мир, ведь так? Почему же мы не можем просто его уничтожить? Сегодня геймранкс задаётся вопросом, почему так мало игр дают вам возможность поиграть за злодея? Итак, разветвлённая система нравственности. Такие игры предоставляют вам выбор в том, как вы будете выполнять поставленную задачу. Благодаря этому вы можете стать так называемым злодеем, отличным примером будет Фейбл 2. Однако в конечном счёте вы всё равно попадали на путь героя. Вы можете быть очень скверным и жестоким героем, но тем не менее героем. В конечном счёте вашей задачей является спасение всего. Шепард-отступник всё ещё Шепард, по-прежнему пытающийся защитить и добиться высшего блага. Хотя всё равно некоторые игры позволяют вам играть за плохих парней. Не могу сказать, что Saints Row когда-либо ставит вас на так называемую сторону добра. Хотя должен сказать, что рецензоры были не столь благосклонны к Agents of Mayhem. Да и разработчики могли получше постараться, но я уже отхожу от темы. Давайте лучше поговорим о том, как нам показывают так называемое зло в играх. Вы, будучи человеком за пределами видеоигр, всех игр, попробуйте не думать об играх хотя бы пару минут. Вы наверняка не захотите, чтобы ваш мир был разрушен. Я имею в виду, чтобы вы смогли играть в видеоигры, должен существовать какой-то мир, в котором вы будете сидеть и играть. Именно поэтому у вас есть мотивация поддерживать мир в целостности и сохранности, по крайней мере, чтобы не было хуже, чем он есть сейчас. Но мы, геймеры в наших странах первого мира, играем в наши игры в относительной безопасности. В реальности практически невозможно симпатизировать настоящему злодею, хотя настоящих злодеев в нашем мире толком и нет. Большинством людей движут более сложные мотивы, чем «Я зло, я разрушу всё, муахахаха». Таких людей нет. Люди совершают поступки по ряду различных причин. То, что мы считаем злом, кто-то делает его за деньги. Взгляните только на споры насчет лутбоксов. Посмотрите внимательней. Люди по ту сторону этих споров смотрят на это просто как на еще один бизнес и не более. У них есть обязательства перед своими акционерами, и они хотят получать зарплату, на которую, скорее всего, содержат семьи. По сути, люди занимаются тем, что им диктует их положение, пускай это и сыровые манипуляции. Как же с этим бороться? Ну, во-первых, они не настоящие злодеи, потому что таких не бывает. По сути, зло – это когда вы пренебрегаете воздействием ваших поступков по отношению к другим людям, в то время как в видеоигре у вас должно быть хоть что-то, что вы хотите предотвратить. А вот ракочущий негодяй, несмотря на всю его нереалистичность, гораздо интересней. Ну, а давайте представим, какой бы могла стать игра «Играй вы за злодея». Находясь в роли злодея, вы бы узнавали больше о нем самом, о его мотивациях, его предыстории и смогли бы встать на его место. В большинстве случаев это изменило бы ваше представление о том, злодей это или нет. Во всяком случае, в контексте игры, не обязательно в реальной жизни. В конечном счете, когда человеку рассказывают историю с точки зрения главного персонажа, игрок начинает ему симпатизировать. Если бы у вас не было причин творить зло, если бы это был симулятор ракочущего злодея, тогда бы это было забавно. Несомненно, всегда приятно устраивать разрушения, но это будет скорее в стиле Grand Theft Auto, то есть когда вы не проходите игру, а просто все разносите. Если вы будете играть за персонажа, который ни к чему не стремится, вы не знаете его мотивации и зачем он всем этим занимается, то это будет скучная игра. Таким образом, непродуманный злодей как главный герой не будет интересным с точки зрения рассказа. Но давайте обратимся к технической стороне. Возьмем, например, разветвленную систему нравственности, как в Mass Effect. Любые ваши решения оказывают влияние на конечную цель. Таким образом, игра превращается из одной сразу в несколько разных игр. Если бы мотивом Шепарда впоследствии стало разрушение галактики, то пришлось бы изменять всю игру полностью. Изменились бы диалоги, и пришлось бы доплачивать актерам озвучки за их работу. А сами диалоги нужно еще написать, что по сути удваивает работу писателей. Конечно, можно было бы использовать ресурс повторно, но события пришлось бы изменить, чтобы анимацию можно было поменять. Пришлось бы прикручивать очень много необходимой анимации разрушения, что опять же требует трудозатрат. Получается так, что, чтобы играть за злодея, сюжет должен быть линейным, а из-за линейности сюжета вся нагрузка на развитие персонажа. В таком случае вы рано или поздно будете сочувствовать персонажу. Только если вы поймете его положение, он перестанет быть для вас злодеем, тем самым он переходит в категорию антигероев. Они и так по сути являются таковыми в видеоиграх. У нас так много антигероев, что их по несколько штук появляется ежегодно, но никого из них все равно не назовешь настоящим злом. Может это потому, что мы узнаем их точку зрения, или мы просто хотим, чтобы их можно было оправдать. Я бы сказал, что в большинстве случаев это может быть либо одно, либо другое, или и то, и другое сразу. Очевидно, разработчики преследуют другие цели, но задумываются об идеях нравственности и о том, как они влияют на сюжет. А еще о том, сколько трудозатрат уйдет на то, чтобы сюжет отличался. Благодаря этому вы сами выбираете, каким принципам морали следовать. Мне кажется, именно поэтому самым привлекательным вариантом худшего для нас является антигерой. Было бы круто, если бы мы тратили больше времени на развитие злодеев в играх в целом, чтобы у нас было не так много недоработанных злодеев. Если мы понимаем точку зрения злодеев, их, конечно, становится труднее ненавидеть, но и рассказ получается гораздо лучше. Если бы мы делали так чаще, то, вероятно, нам и не пришлось бы волноваться об игре за злодея. Но о качественном сюжете можно сказать многое, и этот разговор можно было бы продолжать вечно. А хотели бы вы сыграть за злодея в игре, даже за непродуманного. В игре, которая не будет симулятором злодея, как, например, вы делаете, когда вам наскучивает проходить сюжет в Grand Theft Auto, и вы устраиваете разрушения? Пишите об этом в комментариях под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк, а также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр, и увидимся в следующий раз.